Добрый день! Сегодня хотелось бы рассказать о молодежном литературном клубе Логос, и сделаем это мы, руководитель клуба Сергей Николаев и замечательная участница клуба Наталья Кабанова. Литературный клуб Логос распахнул свои двери 27 июня 2021 года. Мне бы хотелось рассказать о том, как это случилось. Дело в том, что я являюсь участником Совета молодых литераторов Ульяновской области и узнал о том, что у одной из участниц этого литературного молодежного объединения грядет презентация ее книги. Поскольку я еще являюсь и председателем молодежного отдела Симбирской епархии, я позвал ребят, чтобы мы пришли, поддержали вместе Екатерину Богданову и ее книгу, и мы пришли в центральную городскую библиотеку имени Ивана Александровича Гончарова. Кто не знает, она находится на улице Кирова, 40. Обязательно посетите эту библиотеку, потому что она современная, очень интересная, и ваше мнение о библиотеках вообще, в принципе, наверное, после этого как-то кардинально изменится. Так вот, мы пришли в библиотеку, чтобы поддержать Катю, и нас встретила замечательная сотрудница библиотеки, Елена Анатольевна Белова, которая спросила сразу, увидев такую дружную группу ребят, откуда мы, мы представились, и Елена Анатольевна сразу же следом спросила о том, делали ли мы какие-то литературные молодежные объединения сами, интересно ли это вообще в принципе православной молодежи. Я честно ответил, что мы пытались сделать такое литературное объединение в православном молодежном центре при кафедральном Спасово-Вознесенском соборе. Честно говоря, не так много людей, как хотелось бы приходило, где-то примерно человек 8, максимум 10, в то время как встреча молодежных клубов, это там и 20 человек, и свыше 20 человек, и поэтому мы временно деятельность литературного клуба заморозили. Елена Анатольевна предложила, говорит, а давайте вот попробуем провести здесь у нас библиотеки. Ну и так посмотрели по сторонам, поняли, что здесь достаточно светло, уютно, есть проектор, экран, да, есть какие-то даже мебель-трансформеры, вот эти вот кресла удивительные, которые можно разворачивать как угодно, и мы поняли, что это очень классная площадка для молодежи на самом деле, и здесь сработает такой эффект, как привлечение и православной молодежи, и читателей библиотеки, и народа, скорее всего, будет много. Итак, первую встречу мы наметили на 27 июня, это была первая установочная встреча, это был День молодежи, Елена Анатольевна рассказала о библиотеке, мы рассказали о наших попытках создания литературного объединения, мы обсудили, как в дальнейшем будет работать клуб. На первой встрече было всего лишь 10 человек, мы как бы так посмотрели на это количество, но думаем, наверное, это только начало. И так оно и получилось на самом деле, потому что уже начиная со второй встречи через месяц пришло в два раза больше людей, и сейчас вот эта планочка в 20, 22, 25 человек, она у нас стабильно сохраняется. Литературному клубу в этом году уже исполняется два года, мы стабильно проводим встречи каждое последнее воскресенье месяца, что бы ни случилось, мы стараемся все равно эти встречи делать, даже если в какой-то момент пишет много участников, что не смогут прийти, мы не расстраиваемся, не отчаиваемся, не опускаем рук, все равно делаем встречу, и все равно выясняется, что людей приходит много, появляются, например, те, кто не приходил давно, и все равно у нас это количество, необходимый минимальный кворум восполняется. Даже если я нахожусь где-то в отъезде, вот Елена Анатольевна тогда справляется уже своими силами. Один раз мы проводили такую встречу в режиме онлайн, но даже из этого мы решили в период ковидных ограничений сделать для себя такое радостное событие, потому что к нам подключился человек, который физически не мог доехать до литературного клуба Логос, это батюшка, отец Дмитрий Савельев из села Преслониха, очень интересный, очень начитанный, ему очень нравится общаться с молодежью, а молодежи очень нравится общаться с ним, и поэтому мы сделали такое подключение с ним, обсуждали роман Федора Михайловича Достоевского. Хочется, конечно же, сказать большие искренние слова огромной безмерной благодарности заведующей библиотекой Эльмире Рафаэловне Тимур Булатовой, хочется сказать спасибо Елене Анатольевне Беловой, старшему сотруднику библиотеки и всем вообще сотрудникам, потому что Логос для меня лично это что-то невероятное, если наши встречи сначала проходили три часа, то сейчас они уже проходят четыре часа, и это не то, что там пребывание в таком принудительном каком-то порядке, люди до последнего просто не уходят, до самого закрытия библиотеки, у нас есть вот такая планка, дело в том, что мы начинаем в три, библиотека закрывается в семь, и уже мы уходим такими последними посетителями в последний воскресный день месяца последними посетителями библиотеки. Хочется сказать также о составе наших встреч, о формате их проведения, и она многосоставная, каждая встреча. Во-первых, у нас есть такое некое распределение обязанностей с Еленой Анатольевной, как мы являемся двумя организаторами, руководителями. Елена Анатольевна от Центральной городской библиотеки, я от Симбирской епархии. Елена Анатольевна, она готовит очень интересные презентации об авторах различных, и она отвечает за подбор книг, которые мы будем читать. До последнего для нас это интрига. Мы знаем, что Елена Анатольевна выберет такую книгу, которую точно будет интересно читать, точно будет интересно 100% обсуждать. И очень правильно она, мне кажется, делает в том плане, что каждую обсуждаемую книгу предшествует презентации со сказом об авторе, то есть при каких условиях он мог ее писать, а как его жизнь складывалась. Это все очень тоже важно для понимания целостной картины. Следующий блок, и это уже моя зона ответственности, это приглашение интересных гостей, будь то молодые поэты, писатели, режиссеры, экскурсоводы, сотрудники библиотек и музеев. Главное, чтобы человек, который придет, мог представить что-то интересное уважаемой публике, уважаемым участникам клуба «Логос». Есть еще у нас такие рубрики, как «Пятиминутный рассказ о музыкантах». Это такая рубрика, которую веду я. Рассказывал уже о рок-музыкантах Константине Кинчеве, о Викторе Цое. И наш участник Виталий Михеевичев рассказывал о Игоре Талькове и его творчестве. Есть еще «Пятиминутка», посвященная шедеврам мировой живописи, которую ведет тоже наш замечательный участник Михаил Гордополов. Буквально вот «Пятиминутка», в течение которой мы говорим о какой-то картине известной русских художников или, может быть, это шедевр мировой живописи. Мы внимательно смотрим картину, обращаем внимание на ее детали, и всегда рассказы Михаила очень и очень интересны и познавательны для нас. Ну и конечная, заключительная часть встречи – это просмотр фильмов зачастую, это обязательно свободный микрофон, чтобы участники клуба имели возможность поделиться. Может быть, кто-то куда-то съездил, кто-то что-то написал нового. Вот все это они имеют возможность рассказать, быть услышанными. И, наконец, у нас есть еще музыкальная «Минутка». На самом деле она не «Минутка», на самом деле мы стараемся сделать ее максимально разнообразной. У нас есть замечательные ребята-гитаристы, вот сегодня мы послушаем одного из них, Владислава Тихонова. Его песни стали уже просто визитной карточкой Логоса. И в какой-то момент я так подумал, что, может быть, наши ребята-гитаристы устали, и, может быть, имеет смысл еще какой-то музыкальный инструмент здесь добавить. И просто без всяких мыслей, на всякий случай, я у себя на страничке в соцсетях разместил такой призыв. Вот у нас есть много горящих глаз, много рук с аплодисментами. Может быть, кто-то из музыкантов согласится прийти, и, кто знает, может быть, станет участником клуба «Логос». К моему удивлению нашелся живой отклик, и таким образом к нам пришли замечательные Алексей и Ксения Макитенко. Алексей играет на баяне, Ксения поет очень красиво, очень здорово. И их номера просто фееричные, искрометные, и у всех вызывают восторг. Мы всегда рады их видеть. Еще один интересный наш гость – это Мария Каргина, человек, который играет на инструменте, несколько необычном для нашего времени, на гуслях. То есть в библиотеке зазвучали действительно гусли. Как я шучу, в один прекрасный день, наверное, даже в литературный клуб «Логос» придет, ну, наверное, самая настоящая музыкальная рок-группа. Ну, посмотрим, как это произойдет на самом деле. А мне бы хотелось передать слово одной из участниц клуба, замечательной, красивой девушке, которая красиво читает стихи, у нее много различных хобби и увлечений, Натальи Кабановой. Спасибо, Сергей. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Кабанова Наталья, и да, я являюсь участницей литературного клуба «Логос». Немножко расскажу о себе. Работаю я преподавателем английского языка, в основном работаю с детьми, и я очень люблю своих маленьких студентов, люблю делиться с ними знаниями, навыками и частичкой своей души. Но, конечно, круг моих интересов не ограничивается только английским языком и его преподаванием. У меня много хобби, и о некоторых из них я расскажу. Прежде всего, это танцевальное искусство. В течение многих лет я танцую и делаю это искренне, от всего сердца, и это мне приносит большую радость и счастье. Также меня очень интересует такая наука, как астрономия. Да, я гуманитарий, и, казалось бы, эта наука должна быть где-то далеко от меня, но что-то неизведанное, далекое, великое, мне кажется, не может не привлекать, не может не вызывать размышлений философских. И, безусловно, это романтично, поэтому на любительском уровне, но я интересуюсь этой наукой, и это тоже делает меня счастливой. Конечно же, я интересуюсь литературой и поэзией, именно поэтому сегодня я здесь. С самого детства я очень люблю учить и читать стихи. Наверное, этому поспособствовала моя, к сожалению, уже покойная бабушка. Она меня научила первым стихам, она привила любовь к этому искусству. Я, к сожалению, не поэт, только читаю. Надеюсь, что у меня получается делать это хорошо. Хочу рассказать такую маленькую историю, что когда я готовилась к единому государственному экзамену в конце 11 класса, это довольно напряженный период, и когда-то нужно переключать свой мозг, отдыхать. И моим выбором было учить стихи. То есть, когда я понимаю, что я готовлюсь, 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 и уже все, нужно как-то переключиться, наполниться энергией снова. То есть, я брала сборник стихов Сергея Есенина, тогда я именно его творчеством увлекалась, и учила один за другим его стихотворение. Это мне помогало наполниться снова. Творчество всегда помогает наполниться. Вот мой выбор пал на поэзию в тот момент. Также большую часть моей жизни составляет движение «Симбирская православная молодежь» и непосредственное участие в молодежно-православном клубе «Спас», руководителем которого является Сергей. Я была очень счастлива туда попасть, попала туда в нужный момент своей жизни, и, собственно, как я узнала о литературном клубе «Логос». На одном из наших мероприятий, которое также было посвящено поэтическому искусству, мы его проводили 15 февраля, во Всемирный день православной молодежи. И в течение этого мероприятия Сергей мне рассказал о существовании клуба «Логос» и пригласил поучаствовать. Я ему очень благодарна за это, потому что, когда я пришла в «Логос», я поняла, что я оттуда не уйду. Первое, что цепляет в клубе «Логос», это атмосфера. Атмосфера дружелюбия, добра и любви, и, конечно, творчества. «Логос» — это яркие, талантливые люди. Это пространство, что, наверное, самое ценное, это пространство, где ты можешь творчески себя реализовать на 100%. Это любящее, доброе, принимающее пространство, где любая твоя идея, любое проявление твоего таланта будет оценено, будет принято, где тебя поддержат и смотивируют на твое дальнейшее развитие. Творческим людям бывает порой сложно, мы часто подвергаемся критике, порой незаслуженные, и это может как-то демотивировать. «Логос» — это то место, где вы обязательно получите поддержку. И ваш творческий потенциал только возрастет. Я читаю стихи в клубе «Логос», как ни странно, и, наверное, пора переходить именно к ним. Первое стихотворение, которое я прочитаю, называется «Так будет не всегда» — автор, современная поэтесса Ирина Астахова, псевдоним Ах Астахова. «Так будет не всегда» — запомни эту фразу. Любовь придет в твой дом или наоборот. Ты станешь мудрецом или утратишь разум. Нельзя предугадать судьбы своей исход. Так будет не всегда. Цени родных и близких, и в зеркале лицо напрасно не клини. Пиши своей любви безумные записки, пока горят в глазах безумные огни. «Так будет не всегда» — твой смех заменит слезы. Да, у всего, мой друг, недолгосрочен век. Беспутство сменит путь, стихи заменят прозу. И человека, да, заменит человек. Не унывай в беде, будь благодарен в счастье. Жизнь — бешеный поток, вода, вода, вода. И если душу рвут тревоги и напасти, Запомни, милый друг, так будет не всегда. Так будет не всегда. Если вашу душу рвут тревоги и напасти, Помните о том, что и в ваш дом обязательно заглянет благая весть. Чувство, как будто ночь дню не даст замолчать, Будто бы тишина звуку не даст пролезть, Будто бы я смогу заново все начать, Будто бы впереди только благая весть, Будто бы нет зимы, холода и болот, Будто любовь вечна, вечно, как ни скажи, Будто бы в музыке нету минорных нот, Будто никто не врет, будто бы нету лжи. Господи, дай мне сил верить всегда в добро, Господи, дай мне сил не обижать людей, Все еще впереди, чует мое нутро. Господи, дай нам всем радостных новостей. Верующий человек знает всегда, где храм, Тихо поет душа, все еще впереди, Все потому, что я верю твоим словам, Только не подведи, только не подведи. И закончить свое выступление я бы хотела стихотворением Владимира Маяковского. Стоит отметить, что 19 июля 2023 года Владимиру Маяковскому исполняется 130 лет, и в честь этого я прочту одно из его стихотворений. И также хочется отметить, что это стихотворение, которое я сейчас прочту, оно называется «Послушайте». Очень резонирует с высказыванием 11-го митрополита московского Корнилия. Звучит оно так. Подними голову, посмотри на звезды, На светильники Божии, и все станет ясно. Итак, Владимир Маяковский, послушайте. Послушайте, ведь если звезды зажигают, Значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтоб они были? Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной? И, надрываясь, в метелях полуденной пыли Врывается к Богу, боится, что опоздал, Плачет, целует ему жилистую руку, Просит, чтоб обязательно была звезда, Клянется, не перенесет эту беззвездную муку, А после ходит тревожный, но спокойный наружно. Говорит кому-то, ведь теперь тебе ничего? Не страшно? Да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, Значит, это кому-нибудь нужно? Значит, необходимо, чтобы каждый вечер Над крышами загоралась хоть одна звезда. Спасибо. Спасибо большое, Наташа. Я думаю, что зрители убедились в том, Что действительно стихи ты читаешь очень красиво, И сама очень красивый и замечательный человек. Большое спасибо. Вот именно для раскрытия таких талантов, Мне кажется, и существует Литературный молодежный клуб «Логос». И для меня лично нет большей радости, Чем найти интересного гостя, Привезти нового участника, Потому что сейчас даже в силу нехватки времени Своему творчеству приходится уделять Меньше в той или иной степени времени. Но вот именно работа на поиск новых людей для клуба Это очень и очень большая радость. Двери клуба открыты всегда, Каждое последнее воскресенье месяца Мы рады будем принять в наши ряды новых участников. Даже если вы не пишете сами, Не играете на музыкальных инструментах, Но вам интересно поговорить об интересных книгах, Приходите, ничего не бойтесь, Ничего не стесняйтесь. Каждая встреча проходит с чаепитием, Очень такой приятной дружественной атмосфере, За что хочется еще раз огромное спасибо Сказать библиотеке. И есть, соответственно, группа в социальных сетях, Литературный клуб «Логос», Который можно ступить, На который можно подписаться и увидеть, Как проходят наши встречи. Ну и, конечно же, у самой Центральной городской библиотеки Эти встречи анонсируются. Мне бы хотелось представить еще одного участника, О котором сегодня уже я говорил. Это Владислав Тихонов. Владислав – поэт, музыкант. Без его песен не обходится Ни один литературный вечер клуба «Логос». И его песня «Лампочка» даже стала Таким негласным нашим гимном. Хочется представить слово Владиславу Тихонову. Всем добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Владислав Тихонов. И вот уже год я являюсь участником Литературного клуба «Логос». Сам я пишу песни вот уже шесть лет, И мне хотелось бы начать именно с них. Первой будет песня, которая называется «Морской бриз». Написал я ее два года назад, Когда мы гуляли с друзьями И сидели около Волги на пляже. На мой взгляд, она получилась по-настоящему летней, И она мне больше всех нравится. Я хочу увидеть море и не видеть сон На берегу с волнами в унисон Сочинять под гитару был всегда влюблен В написании песен я нашел свой дом Вдалеке корабль держит ровно путь Ему всплески моря не страшны ничуть Сотни капель навстречу, а правый борт Закончится день, и он вернется в порт Бризом в лицо под солнечным небом Ударит поток ветра В сердце моем отныне навсегда Останется этот кусочек лета В моей голове уже созрел мотив Беру в руки гитару и три дня в пути Через скотчки и камни за своей мечтой В мое сердце и душа обретут покой Волны по пляжу выйдут к берегу То, что дорого мне в сердце я сберегу Лучшие в жизни на пляже дни В памяти моей разожгут огни Бризом в лицо под солнечным небом Ударит поток ветра В сердце моем отныне навсегда Останется этот кусочек лета Следующая песня, которую я исполню Будет «Лампочка из света» Вот уже полгода неизменно Она звучит на каждом собрании Нашего литературного клуба И стала, можно сказать, визитной карточкой Пустынная улица Ночной Иду вперед к своей мечте Издалека я вижу взгляд Одинокий на определенной чистоте Лампочка из пепла Лампочка без света Лампочка во тьме Так незаметно Служит им лампочка И когда лампочка Во тьме погаснет Если люди не увидят Лампочка из пепла Лампочка из пепла Лампочка без света Лампочка без света Лампочка во тьме Покажет путь сквозь миллионы окон К счастью и судьбе Лампочка Помимо песен На холсты Дети на самокатах Катятся с горы Огонь виден в их взглядах В эти дни и жары Картинка изменилась Один лишь раз моргнув И вот уже я вижу Осенний прохладный пруд Кленовые листочки Плывут как корабли На зимние каникулы Улетают журавли Мгновение Секунда И вот уже зима В белоснежном платье Уселась у окна Своей красотою Сводит с ума метель Под неземной вуалью Стоит принцесса ель Закрываю глаза И вижу Весеннюю сирень Что аромат дарует Для дальних деревень Таинственный И нежный Прозрачный аромат Местами так небрежно Тянулся как канат И вот я потерялся Вновь в своих мечтах Одна минута первого Минула на часах Следующее мое стихотворение Будет немножко депрессивным Оно называется А ведь раньше мы так мечтали Сейчас я его вам прочту Оно небольшое Знаешь, я тоже потерял вкус к жизни И не знаю куда идти Помогает музыка по частям Склеить осколки моей души Снова давит плитой незримый А немевший поток границ Сколько еще будет Мною сожженных Неоконченных Нотных страниц Очередной прошел день Бессмысла Там в тумане Виднеется цель Сколько можно еще жить В обмане Себя самого Пытаясь не сесть на мель Так важны теперь 7 дедлайны И опять мы спешим ко дну А ведь раньше мы так мечтали Поймять звезды с неба Хотя бы одну На этом у меня на сегодня все Желаю всем хорошего настроения Всем спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok